Вот это я принимаю вообще настройка на новогодний лад. Мы идем есть мороженое и пить шампанское. Взять и попробовать вот это наполнится новогодним настроением. Ужасно это как-то звучит. Сейчас мы, собственно, продолжаем про Новый год. Первым, самым удачным, конечно же, простым решением для того, чтобы наполниться новогодним настроением, это отправиться в центр Москвы. Сейчас мы с тобой находимся в ГУМе. Государственный центральный универмаг. Государственный универмаг. Универмаг. Государственный. Здесь всегда новогодняя сказка. На самом деле не только новогодняя. В межсезонье здесь тоже постоянно очень красиво все украшают. Но сейчас, перед Новым годом, здесь особенно все расцветает огнями, гирляндами. Шарами новогодними. В общем, все. Главная символика Нового года здесь обязательно присутствует. Единственное, что увидела я, когда я зашла в ГУМ, вот этих вот ребят у меня на заднем фоне, щелкунчиков. И вспомнила, что тематика новогодняя именно щелкунчика, сказки, она была в Москве повсеместно года два, наверное, или три назад. Пока я ехала сюда, я прочитала, что касается общего убранства Москвы. В этом году особо не тратится административный бюджет на приобретение каких-то новых украшений, а достаются те, которые были раньше, просто немножко обновляются, и снова украшают Москву к Новому году. Ну, в принципе, на самом деле, с позиции неразумных трат, очень много москвичей обвиняют главу города в том, что он как-то неразумно, в общем, тратит деньги. С этой позиции я считаю, что очень даже это относится к главному тренду последнего времени. Это разумное потребление. То есть, когда ты что-то будешь делать. Меня снимают. Меня снимают. Я снимаю. Носится к разумному потреблению, когда не нужно очень много постоянно закупать чего-то нового, когда есть что-то в хорошем состоянии старое. Мы с вами все так тоже делаем. Достаем старые игрушки из чемоданов и украшаем каждый год елку. Чем старее игрушка, причем, я думаю, многие из вас согласятся, тем прикольнее получится убранство вашего новогоднего помещения. Куда мы идем? Мы идем пить шампанское. Пить мороженое и пить шампанское. Никто, правда, не взял с собой наличные деньги, кроме Алены. У нас всего 500 рублей, но нам на троих вполне хватит. Там где зашла одна крошка дыня, кусташка, смородина червя. Ужасный звук, наверное, будет. Быть в Гуме, значит, обязательно закупиться немножечко мороженым, потому что мороженое легендарное по советской рецептуре, стоит 100 рублей. Обязательно нужно для этого брать с собой наличку. Мы, конечно, за наличку не взяли, взяла только Алена, она заплатила за нас всех. Ни картами, ни переводами не принимается, только наличка, только хардкор. Поэтому обязательно, когда соберетесь в Гуме, если вы еще не в курсе, то нужно взять и попробовать вот этот вот довольно вкусный стаканчик мороженого. Серые бутылки, которые есть? Это такая, да, вот серая бутылка, самая лучшая просто. Ну как, вкусно тебе? Вкусно, очень приятно, добавляет такой кислинка со сладостью. На детский вкус не похож, потому что у нас на Дальний Востоке мороженое было вообще другое. Принесли наше шампанское. Сейчас начнется совсем другой влог, ребята. Вот это я понимаю вообще настройка на новогодний лад, прийти в Гум, посмотреть на шарики, вдохновиться убранством новогодним, может быть, купить на ярмарке пару елочных новогодних игрушек, а потом зайти в Абраудерсо вот здесь. Вот это Аленина, кстати, идея абсолютно. Я вообще об этом месте не знала ничего никогда раньше. Но после того, как мы в этом году побывали на виноградниках Абраудерсо, я абсолютно точно понимаю, какое вино мне здесь нравится, какое стоит брать. И что оно абсолютно потрясающе, очень вкусное, и его надо пить, даже если ты не хочешь. Ужасно это как-то звучит. Но тем не менее, я не смогла пройти мимо. Пью, правда, розовое какое-то. Я люблю экстра брюд. У них сегодня его нету, к сожалению. Из премиальной коллекции продается прям сразу в бутылках. Стоит здесь оно 3-400. Кстати, нет, оно на 1000 дешевле стоило. На 1000 дешевле, по-моему, стоило на самой винограднике. Вот это коллекционное типа вино. Как-нибудь сделаю вам выпуск с виноградников Абраудерсо, и не только. Но сейчас мы, собственно, продолжаем про Новый год. Абсолютно точно одна из самых вдохновляющих вещей, которая есть в ГУМе, это вот эта вот галерея из елок. Она находится на первом этаже на протяжении, в принципе, всех линий. Ее можно найти вдохновляюще, потому что елки все абсолютно разные. Их представляют разные бренды. И каждая украшена очень по-своему, очень оригинально. И поэтому, если вы вдруг не знаете, как украсить свою новогоднюю елку так, чтобы это было вау, это соответствовало вашему вкусу, стилю, интересу, можно просто прийти в ГУМ, посмотреть, вдохновиться, взять какие-то идеи себе на вооружение и, в принципе, этим пользоваться, переносить к себе домой. Вуаля! Пользуйтесь! Ну и, конечно же, коронной карточкой, выходя из ГУМа, ты попадаешь на улицу Никольскую, где все абсолютно украшено вот такими вот огоньками, которые всегда фотографируют абсолютно все. Все их снимают, в общем, в любом инстаграме. Человека, который так или иначе побывал в Москве, можно эти огоньки увидеть. Но я вам открою тайну. Если вдруг кто-то не знал, а я думаю, таких людей много, на центральных улицах города практически везде есть такие огоньки. Просто они везде немного разные. Но суть в том, что улицы сейчас украшены в центральных частях города вот так вот постоянно, практически все время и круглый год. Поэтому, если хотите насладиться антуражем, а на Никольской улице, ну, слишком ту мачь народу, ну, как бы имейте в виду, что тем же самым виточком можно насладиться и на других центральных улицах, переулках Москвы. Следующая локация, как вы понимаете, это Красная площадь. Главный каток, Гум-каток, там позади меня. Да, и когда ты, короче, выходишь на Красную площадь, ты до этого сюда никогда в жизни бы не приехал. Потому что ты по наехавшим москвиче знаешь, как много тут бывает народу, а ты еще плюс к тому же социопат, в общем, сюда ходишь только исключительно в дни, когда людей тут минимальное количество. И в Новый год, естественно, сюда не приходишь. Так вот, приходишь на Центральную площадь, Кремль тут с одной стороны, с другой стороны Гум, смотришь и говоришь просто «Вау!» Что ты хочешь рассказать? Я тоже здесь была, а почему так темно? Все нормально. Привыкла на своем айфоне, что высвечивают все к чертям собачьим? Дилетанты, дилетанты. Здесь очень все красиво, здесь каток, на катке, я не знаю, ни разу не каталась, но тут периодически проводятся разные представления, это нужно программу где-то, скорее всего, в интернете смотреть. Здесь поставили какую-то карусель в виде самолета, который крутит по кругу. Маленьких детей видит Дон Никитона, я думаю, ему просто вообще не то, что зайдет, заедет. Такой новогодний вообще антураж в целом. Ярмарка новогодняя, мы были в Европе, мы были в Риге. На европейской новогодней ярмарке, ребят, там она очень аутентичная, интересная, но в Москве она максимально разнообразная. И новогодние ярмарки в Москве это всегда какой-то новогодний всплеск эмоций, впечатлений, вдохновения. Поэтому обязательно, если будете в Москве в предновогодний период, в посленовогодний период, обязательно попадывайте на новогодних ярмарках. Это всегда восторг. Гарантирую. Что ты хочешь сказать моим поприщикам? Я хочу передать привет родным и близким. Неправильно, ты должна сказать, чтобы они подписывались на мой канал, ставили лайки, комментировали. ГУМ Центральный государств. Обязательно подписывайтесь на канал Яны, ставьте лайки, пишите свои комментарии, свои мысли о том... Субтитры сделал DimaTorzok